В фойе драмтеатра вечер сотен встреч и тысяч воспоминаний, самых теплых, душевных и дорогих, о годах, проведенных в национальной школе. Это тот редкий случай, когда нет шаблонных фраз и парадных речей, здесь все идет от души. Выпускники разных лет собрались поздравить родную школу 70-летия. Много мне приходилось ездить по Союзу и за границу, и везде, куда приезжаешь, всегда встречаются выпускники национальной гимназии. И мои с ансамблем артисты говорят, не совершенно сколько у вас знакомых, потому что мы все одна семья. С праздником вас! Деятели культуры и искусства, врачи, ученые, педагоги, инженеры, спортсмены, национальная школа дала Хакасии, да и всей стране немало выдающихся людей. В этом была ее главная задача – воспитать национальные кадры, способные стать передовой частью хакасского народа. Это было бы невозможно без учителей, а национальная школа всегда славилась сильными преподавателями, которые не просто давали знания, но гораздо шире смотрели на свою профессию и действительно были инженерами человеческих душ. Я поступила в эту школу в пятый класс. В это время был директором Алексея Дмитриевича Кичук, заслуженный учитель Российской Федерации. И необходимо сказать, что при том, что мы были из отдаленных сел, тем не менее мы сдавали экзамены, мы сильно волновались, потому что обязательно условия были знания хакасского языка тогда. Школа в то время находилась в очень маленьком таком помещении, в третьей школе на проспекте Ленина. И условия тогда были очень скромные, так сказать. В любом случае на качестве образования, на том, насколько мы хотели учиться, насколько нам давали возможность, слава богу, это никаким образом не сказывалось. Тот, кто хотел учиться, все равно получал высокие оценки. Национальная школа – это еще и особая атмосфера, ведь дети здесь не только учились, но и жили. Многие классы смогли пронести эту дружбу через всю жизнь. Очень прекрасный у нас класс. Я в 10-м Б учился, но мы сейчас все объединились с 10-й Б и 10-й А. Нас осталось сейчас 32 человека из 53 учеников, которые мы заканчивали в гимнаде. Конечно, школа нам дала очень многое. Национальная школа и сегодня остается одной из сильнейших в республике. В честь юбилея ее учителя и работники получили от органа власти почетные дипломы и грамоты. Теперь им предстоит, несмотря на непростое время для образования, сохранить дух национальной школы и ее предназначение – служить интересам народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok